Девушки отдыхают 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 для себя на этот вопрос. Чтобы не гнаться за чьими-то целями, за чьими-то мечтами, потому что кто-то сказал, что вот это успех. Что если ты там не едешь в Мерседесе, если у тебя нету седьмого айфона, то ты уже точно не успешен. Ну а чаще всего это, наверное, и как-то давит на человека. То, что он не определился, но ему кто-то что-то где-то сказал, что у тебя этого нет, и он думает, что это успех. А как он должен? Он должен как-то с собой-то согласовать в первую очередь? Точно, да. Хочу ли я этого или этого хотят другие, да? Почему именно эта модель телефона, а не другая, хотя мне все подходит? Кто мне сказал, что успех — это вот это? Что потом? Определяемся, решаем, что моя семья, например, это мой успех, это мое счастье, либо бизнес. Все равно ведь есть какие-то модели, есть какие-то спады, если рисовать это в таблице, наверняка вне зависимости от того, семья это или работа, есть какие-то взлёты, есть падения, и вот в процессе вот этих падений иногда хочется всё бросить, и кажется тебе, что тебе нужно менять уже этот график, брать новый листик. Стоит ли это делать? Ну, когда мы уже определились, что для нас успех, то не мешало бы подумать, о чем же я хочу достичь вот в рамках этой сферы. Это мы можем называть мечтой, это мы можем называть нашей целью, мечты обычно говорят, что сбываются о цели, достигаются, и я в этом плане больше люблю всё-таки понятие о цели, когда я из того, чего бы мне хотелось, что я себе намечтала, как я себе нарисовала, вычерчиваю чёткие границы, то есть чёткие какие-то показатели того, чего я хочу достичь. И в процессе достижения своей цели я могу проставить какие-то уже в обратную сторону, например, через 5-10 лет я хочу чего-то вот такого большого, что, можно сказать, моя мечта, моя большая цель. И идя обратно, я прописываю себе какие-то более мелкие шаги по достижению к этому. И, безусловно, когда у меня есть спад, мне уже проще не опустить руки, потому что такая огромная цель в этой точке, оказывается, для меня недостижима. У меня есть какой-то рубеж ближний, и его достичь более реально. И вот когда мы делим что-то такое большое на более мелкое, как говорят, нельзя съесть целого слона, но его можно съесть по кусочкам, тогда проще с момента спада вернуться опять на путь и двигаться дальше. При этом, чтобы это все как-то проходило красиво, что ли, да, чтобы не идти по головам, не прибегать к каким-то, да, вот сегодня тоже современная фраза, вижу цель, не вижу препятствий. Насколько она корректна тоже, и как ли стоит воспринимать? Все зависит от того, какие цели перед собой ставит человек, и какой это человек, какие у него принципы, да. То есть сейчас, если человек двигается по жизни с принципами, иду по головам, лишь бы достичь своего, вряд ли он, услышав нас, передумает, да. Тем не менее, конечно, когда мы говорим о целях, эти цели должны быть, мало того, что четко прочерчены, они должны не затрагивать интересы других людей. То, что мы называем экологичные цели, когда при достижении наших целей не страдают другие люди. Если я понимаю, что от того, что я заняла эту должность, кто-то с нее ушел, ну, надо хорошо подумать, хочу ли я этого. Ну, ждали тебе. И готов ли я потом платить за это, да, и готов ли я к тому, что сможет прийти следующий человек за мной. Но ведь очень многих даже где-то готовят к этому, говорят, что ты, вот, давай, там, я какой-то коуч, преподаватель, которых очень много сегодня, согласитесь, которые все проводят мастер-классы, не бесплатно, зачастую, пускай это там будет 300-500 гривен, но 10 человек, это уже какая-то определенная сумма, а 10 семинаров, это вообще прекрасно можно жить в месяц, не переживая. И тут ты приходишь слушать, в какой-то период сложной своей жизни, пускай, ну, сомнительной, назовем его так, приходишь, думаешь, вот семья есть, или работа пускай будет, да, и какие-то у меня там проблемы, я хочу услышать решение этих проблем. Ты приходишь, и тебе человек говорит, я смелый, у меня рубаха на распашку, я вам скажу, как достичь успеха. Если вы сомневаетесь, у вас по пяти пунктам, скажем так, не совпадает это с вашим внутренним состоянием, вот здесь не так, 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 бросайте и начинайте свой путь где-нибудь на другой дороге. Он говорит спасибо, разворачивается, уходит, вдохновил людей, идет женщина, уходит из семьи, например, да, или бросает работу, идет себе открывать новые горизонты, потому что ей так посоветовали на семинаре. Стоит ли вот слушать вот так искренне вот эти масштабные семинары, либо все-таки надо помнить, что мы все личности, мы все индивидуумы, каждый со своей жизнью, и если даже у вас совпадает по этим пяти пунктам, не обязательно вам вот так радикально менять. Я хочу сказать, что вообще, когда ты приходишь куда-то за советом, не знаю, к коучу, к тренеру, к психологу, к психотерапевту, и тебе этот совет дают, готовый совет, вот если у тебя так, иди сделай вот так, и ты получишь результат, то я бы уже оттуда сразу собиралась и уходила. То есть ни один готовый совет от другого человека, даже суперуспешного, даже того, который там, не знаю, 25 бизнесов построил, продал и построил снова, я бы не стала слушать. Ну, просто потому, что все мы разные, и то, что совпало, подошло одному, может не подойти тебе. Грамотный коуч будет задавать вопросы, грамотный психолог будет задавать вопросы, которые приводят к осознанию себя, к осознанию как раз своих желаний, своих целей, действительно ли это моя цель, действительно ли этот путь мой, который я выбираю, да, и точно так же подбираются стратегии. Только сам человек может сказать, что ему надо. Только сам человек может решить, каким образом этого достигать. Но ведь нормально ведь какие-то спады, правильно, в той же работе, например. Это можно воспринимать как нормально? Безусловно. Есть ли какие-то мотивирующие упражнения, слова, фразы, которые помогут людям вот как-то осознать то, что не стоит просто бросать все и уходить, а стоит продолжать и двигаться дальше, и откроются новые горизонты? Я в такие моменты всегда думаю, ради чего я сейчас вот это все терплю. То есть, если мечта и цель действительно греет, воодушевляет, зажигает, да, то как бы тяжело не было, если мне об этом подумать, то есть, ради чего я сейчас все это, зачем мне это все сейчас? Я представляю себе эту картинку, я этого хочу, и мне уже проще. Уже проще в следующий день начать, встать, идти и делать. Мы сегодня также много говорили о поддержке и о критике, которую не всегда любят и которая зачастую способна потушить даже самое яркое пламя, да, человек разгорелся, он талант себе обрел какой-то, но от количества критики он поугас. Насколько важна в нашей жизни критика? Как правильно ее воспринимать? И насколько важна в нашей жизни поддержка? Как ее тоже правильно воспринимать, чтобы мы не посчитали себя звездами где-то на небоскоре? Я рекомендую смотреть на результаты свои собственные, потому что, когда тебе говорят, что ты не справишься, ты не сможешь, вот это слишком сложно, ты слишком слабый, или там, не знаю, еще недостаточно образованный, или у тебя недостаточно опыта, то есть чаще всего, что мы слышим, что у тебя не получится. Я смотрю на результат, а чего смогла я уже сейчас добиться? Какие результаты у меня уже сейчас? И очень часто вот сейчас ко мне обращаются молодые люди, которые заканчивают учебу, например, или они только-только начинают свой профессиональный какой-то путь, и они сталкиваются с тем, что им все говорят, без опыта тебя не возьмут, у тебя без опыта ничего не получится, ты сначала вот иди там практикуйся, не знаю, забесплатно работай, иначе никак. Да? И руки опускаются. И при этом за плечами этих молодых людей уже есть какой-то, ну, опыт достижений. Ну, важно где, не важно в какой сфере. Если ты смог это, то ты сможешь и все что угодно. из того, что тебя ждет впереди. Правильно ли вот мы сегодня сделали, скажите, когда решили показать, рассказать истории тех ребят, которые пришли к нам сегодня? Я думаю, да. Когда, опять-таки, ко мне приходят с вопросами, что вот я хочу добиться... Ну, вот, не знаю, клиент был на днях, говорит, я хочу богато жить. Совсем еще молодой мальчик, да, говорит, я хочу жить богато, я хочу жить так, чтобы у меня не было проблем, если они могли появляться, то решались там с помощью денег. И я всегда задаю вопрос, а есть ли в твоей жизни вокруг тебя такие люди, которые уже добились этого? Да, всегда видя в своем окружении, что есть люди, которые этого добились, проще признать себе, что и я тоже. Могу попробовать хотя бы. Поэтому всегда, глядя на примеры успешных людей, да, всегда очень сильно воодушевляют, когда в тех же передачах, да, талант-шоу появляются люди, которых ты знаешь, которые твои знакомые, которые из твоего города, например, да, то есть это очень как-то так поддерживает, если вот он смог, почему не смогу я? И тогда мы возвращаемся к пункту номер один, ставим себе цель и уже начинаем... Начинаем двигаться. Продумывать о том, как мы это можем сделать. Но сейчас мы все-таки, да, акцентируем внимание больше на взрослых людях, которые способны проанализировать, свои цели, достижения, решить, там, чего я достиг, что мне получилось, где мне нужно еще доработать и где подтянуть. Насколько важно говорить своим детям о том, что у тебя есть основа, насколько важно учить их. Ведь этому не научат в школе, это должны в первую очередь знать родители. Какие-то, да, где-то плохую оценку получил, и он уже и не хочет ходить на математику только потому, что у него плохая отметка. Мы возвращаемся к поддержке, да, что мы, мы там чуть-чуть затронули критику, все-таки в школе мы слышим всегда больше критики, да, вот это оценивание. Родители должны быть, безусловно, поддержкой. То есть, что бы ни начудил ребенок, какую бы оценку он ни получил, да, можно сказать, ну, вот так вышло, да, это не очень хорошо там для твоего аттестата, это не очень хорошо там, не знаю, для годовой оценки, совершенно точно. Но что теперь с этим можно сделать? Здесь совершенно точно, не знаю, способный, талантливый ребенок. Ты можешь с этим разобраться, как ты можешь это решить. Да, то есть всегда должна быть поддержка. Ты все сможешь, ты справишься, ты замечательный. Ну, вышло вот так. Почему так вышло, можно разобрать, то есть вот этот вот опыт работы над ошибками, не 25 раз переписывать неправильно слово написанное, да, а как эту ситуацию можно исправить? Есть еще и другие люди, есть люди такие, дети, взрослые, наверное, это взрослые дети, которые всегда, даже слушая вот такие советы, они говорят, да, это не про меня. Какие там мечты, господи, тут бы провести рабочий день с 9 до 6, и там покушать хорошо и прочее? Ведь у каждого человека есть какая-то мечта и цель, правда? И даже у таких людей? Наверное, наверное, не могу сказать прямо вот, что у каждого, у каждого, да, есть люди, которые живут вот так, как живут, им это нравится. Да, то есть человек, наверное, который живет не очень и жалуется, и постоянно на что-то сетует, вот тут я бы уже, наверное, насторожила, и скажи мне, что его все устраивает. Но есть люди, у которых действительно та жизнь, которая у них есть, вроде бы так смотришь, но ничего особенного, но они в этой жизни счастливы. И, возможно, их мечты, они какие-то такие, вот для нас не такие большие, глобальные, да, вот, ну не знаю, там, чтобы ребенок здоров был, да, не знаю, развивался, дать ему образование, да, то есть вот это, вроде бы как небольшие, но для кого-то это мечты. Что бы вы сказали? Какой совет дали нашим телезрителям? Пускай он будет обобщенный, да, но каждый, чтобы его интерпретировал по-своему. Что стоит делать, чтобы действительно достичь успеха, достичь своей мечты, желаемой цели? Вот мне нравится слово достичь, да, то есть достичь, оно предполагает очень много работы, потому что, когда мы говорим о мечтах, то мы чаще говорим, вот мечта сбылась, да, то есть это мечта что-то такое сделала и сбылась, и часто мечты не сбываются. Когда мы говорим про достичь успеха, достичь своей мечты, достичь своей цели, это подразумевает очень много работы, да, и к этому надо быть готовым. Если ты хочешь достичь мечты, ты должен быть готов работать. Над собой в первую очередь. Над собой в первую очередь, конечно, безусловно. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Я напоминаю, у нас в гостях Виктория Малыш, психолог-психотерапевт. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Добрый день» на седьмом. Сегодня мы провели ее в необычном формате, но, надеюсь, вам понравилось. С 11.30 и в прямом эфире до настоящего момента мы рассказывали вам историю успехов наших одесситов. И на самом деле это такие истории, которые практически на поверхности. Мы все это видим, они среди нас, эти люди, которые достигли успеха, люди, которые стремятся. Помогите им. Даже критикой пускай, но помогите. Сегодня мы решили и пришли к такому знаменателю, что критика, как и поддержка, очень полезны. Если вы имеете свою основу, если вы понимаете, что хотите достичь какую-то определенную цель и готовы над ней работать. Достижение целей вам. В студии для вас работала Татьяна Милимко. Всего вам хорошего.